Знаете, я вот вспоминаю однажды, в своей жизни я работал в Казани в многотиражной газете «Швейник» татарского производства объединения по выпуску мужских костюмов. Вот, я работал, значит, этим лицотрудником. И это были советские времена, где-то год так, наверное, 77-й, 78-й. И вдруг как-то швей всех собрали в красном уголке, швеей ничего не понимая. Ну, знаете, что в Татарии есть такой поселок Кукмар городского типа, там до сих пор шьют плащебологии. Они очень удобны для механизаторов, в поле работать хорошо. Вот как в 60-е годы начали, до сих пор шьют. И вот оттуда девочки приехали, сидели за швейными машинками. И мы их собрали однажды в актовый зал, в красный уголок, меня как корреспондента. На трибуну вышел маленького роста дедушка, который вот примерно такую книжечку, значит, так поднял гордо и сказал, что это? Ну, швеи, они как молчали это всю жизнь, так они промолчали и тогда. Я хотел сказать, типа, листочек бумаги, но у меня слова застряли сами собой, потому что дедушка опередил мою мысль и сказал, это вся правда о Великой Отечественной войне. Тут помертвел даже я. И так началась читательская конференция по книге Леонида Ильича Брежнева «Малые земли». Поэтому, когда я смотрю на эту свою книжечку, я думаю, это? Ну, далее по тексту. Вот. Но там такая псевдо-притча, что однажды жираф встретил в пустыне черную зебру и говорит, зебра, а что это такая черная? Она говорит, я не черная, я в тельняшке. Он говорит, а полоски где? Я говорю, совпали. Вот. Ну, наша жизнь, да, это как тельняшка, как, я знаю, там, тигр. Белая полоска, темная полоска, светлая полоска, черная полоска. Так и живем. Вот очень хочется, чтобы сегодня была такая светлая полоска. Не только в отдельных, взятых частях изданных ухаря. Но сегодня две светлые полоски. Александр Моисеевич Городницкий в соседнем зале, это светлейшая из полосок. Вот. Ну, и мы давайте пить только беленькой, светленькой сегодня. Как однажды в каком-то ресторане, нам с Мещуками, мы приехали в город, пошли обедать. И официантка сказала, вы пейте, пейте, скоро весело будет. Так что не стесняйтесь, скоро весело будет. Гена-крокодин, солнце проглотит, плачет чекурашка. 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 Солнышко на месте и напет куплет, а припева нет, жизнь она как песня. Жизнь она как песня, жизнь она как песня, жизнь она как песня.